Били, угрожали топором, забрали ценности. Жуткая история приключилась в Ярославском районе. Местная жительница серьезно пострадала от налетчиков. Среди травм есть рубленные раны. Из дома вынесли бытовую технику. Обвиняемых вычислили, сейчас они на скамье подсудимых. Кстати, одному еще нет 18. Рассказывает Георгий Колчин. Всех пятерых обвиняют в разбойном нападении. В качестве оружия, по версии следствия, использовался топор. Потерпевшая поначалу попыталась им защищаться, однако он вылетел из рук. И, как полагают следователи, один из обвиняемых поднял его, а впоследствии лезвие этого топора было приставлено к горлу женщины. У нее стали требовать деньги, при этом наносились удары руками. Но среди травм потерпевшей есть и рубленные раны. Два из участников проникли в дом, в том числе через окно, разбили окно, зашли в жилое помещение и, соответственно, нанесли множественные телесные повреждения. У женщины была черепно-мозговая травма, рубленные раны на ноге, на теле. То есть был причинен бред здоровью в средней тяжести. Все произошло в одном из населенных пунктов Ярославского района. По версии следствия, роли между участниками были четко распределены. Один из обвиняемых оставался в машине. Видимо, для того, чтобы наблюдать за происходящим вокруг, двое других вошли в дом, еще двое помогали выносить вещи. Собственно, денег у хозяйки не оказалось. И из дома забрали телевизор, DVD-плеер и сотовый телефон. Сумма ущерба небольшая, около 4 тысяч рублей. А вот наказание обвиняемым грозит суровое до 12 лет. Двое из них на этапе следствия признавали вину. Еще трое частично признавали вину. У нас позиция такая, я считаю, что, во всяком случае, по-моему, подзащитную в его действиях, по моему мнению, нет состава преступления. Как я считаю, роль небольшая, то есть находился в машине, практически ожидал. Родственники и знакомые, а их на процесс сегодня пришло немало, до сих пор в шоке от случившегося, с трудом верят. А вот следователи утверждают, что нападение было тщательно спланировано, даже приготовили маски с прорезями для глаз. Один из подсудимых, как считают следователи, знал потерпевшую. Отмечу, что в момент совершения преступления в доме находился еще один человек, это сожитель женщины, но он успел спрятаться. Отмечу также, что все обвиняемые были в момент совершения преступления пьяны. Георгий Колчин, Олег Лушников, Оперативное обещание.